Июль для меня оказался сложным месяцем. Было много стресса, с которым я справлялась с помощью друзей, приятной и вкусной еды, пения мантр и разнообразных наполняющих практик. Месяц действительно не из простых, да и впрочем, как и весь год, составляет меня быть самостоятельной и ответственной самой за себя и за каждое принятое решение. А впереди еще пять месяцев неизвестности. Иногда я теряю опору, но благодаря медитации я сразу же доверяю высшему разуму, как абсолютной истине всей жизни. Свершилось чудо! У нас открыли Икею! Наконец-то! Я все, я выезжаю, я бегу, спотыкаюсь, падаю со своим этим мешком, с тетропаком, который я накопила за полгода. Наконец-то я его отдам, а то дома уже на балконе какая-то свалка. Я наконец-то съездила в Икею и купила себе новое постельное белье, новые уютные одеяла и мягкие подушки. Такая радость! Так это все-таки интересно, когда все люди стараются успеть, успеть пробежать, прежде чем возникнет очередь такая огромная на полкилометра. В общем, я сейчас в Масковом, но... но раю. Как ни крутите, хоть я в маске, хоть без маски, но это рай. Я так скучала. Сдала в Тур сырье и избежала километровой очереди, за что уже стоит поблагодарить. Кто-то самый счастливый человечек. Ела первое арбузелло, смаковала каждый кусочек, а потом покупала еще и еще, ну потому что очень вкусно. А чего мелочиться? Все для королевы. Вот мой контент. Что я ем в течение дня? Арбуз. Как-то так. Ездила на дачу, чтобы собрать первый урожай. Всегда так много огурцов. Все для королевы. Ой, все готовы. Не удержалась и вспомнила былое. Купила растительные колбаски. Не слишком это полезно, конечно, зато очень по-ностальгически атмосферно и по-своему вкусно. Свои кабачки с грядки это всегда что-то особенное. Замариновала их в базовом масле, соли, перце, добавила сухого чеснока и периодически перемешивала. Я люблю дачу за звуки леса, за отрезка костра, за скрипучие двери, за моменты на подумать. Люблю за электричку и да, за растворимый кофе тоже люблю. Люблю за вкусные ягоды с куста, за неожиданных гостей. Привезла домой целую миску черники и черной смородины. А еще вдруг поняла, что не пекла ничего для себя более трех месяцев и решила это исправить. Потому что не дело. Так что скоро выложу видео о самом любимом и простейшем шоколадном бисквите. Этим летом я познакомилась с классной обувью, которая называется босоногая. Что в ней такого особенного, сейчас расскажу. Босоногая обувь создает ощущение свободной стопы. То есть вы как будто бы без ощутимой обуви. Ученые мира хвалят эту технологию. Похвалю и я. И поделюсь со своими зрителями. Польза такой обуви заключается в том, что вы плавно перекатываете с пятки на носок, как это и полагается. Как будто вы без обуви. Это равномерное распределение нагрузки. Это улучшение походки, осанки. Это естественное положение всех пальчиков и стопы. Ноги получают массаж по всем точкам и отражаются на проекции органов тела. Улучшается кровообращение в ногах. А это, между прочим, и взаимосвязь с корневой чакрой, которая является опорой для всего в жизни. И тела, и эмоции, и прочность, и стойкость, и уверенность, и так далее, и тому подобное. То есть вы оказываете влияние на весь опорно-двигательный аппарат просто благодаря тому, что правильно ходите. Просто почитайте из любопытства про босоногую обувь, и, возможно, вас тоже это заинтересует, как и меня. Долго изучив информацию, я заказала себе пару у молодого этичного бренда из Европы, который называется Чойка. Эти ботиночки подойдут для повседневной носки. Их можно спокойно внедрить в свой гардероб. Я рискнула и заказала себе коричневую, потому что очень давно мечтала именно о коричневых ботиночках. Они такие классные и сделаны из синтетической замши. А вообще, все производство у Чойки этичной и ручной работы, что очень ценно. Там даже есть модели из конопляного волокна и эко-кожи. Короче, мне так нравится в них ходить, ведь на ногах действительно так много точек, а я хожу и делаю себе массаж. Я действительно рекомендую почитать про босоногую обувь. А если очень интересно, и если что, то напишите в профиль Чойки, и они помогут разобраться. По крайней мере, мне обещали долгую носку, но вот и посмотрим. А осенью куплю шнурки потемнее, и будет более классическая модель. Ура-ура! Я пришла домой, принесла своего нового мужичка. Я назвала его Ванечка. Это будет Ванечка, и Ванечка будет мне сейчас сделать вкусное мороженое. По крайней мере, посмотрим, насколько он мощный. Он мощнее моего старого. Я готовила вкусняшку. Это лазанья, которую я ела 2,5 дня. И потрясающий рецепт карри с картошечкой. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...